Орлова на приеме у президента в Кремле. А заодно проинформировала, что другие проблемы из зеленой папки с жалобами жителей региона, которую Путин передал на прошлогодние встречи губернатору, решаются. Затронули тему медицины, а именно появление перинатального центра в Коврове. Президент обещал выделить федеральные средства на новый проект. Снес столб в центре Владимира. Ночью на улице Гагарина произошло ДТП, из-за которого пострадали люди. Авария случилась в 2.20, когда автомобиль Шкода Октавия ехал из центра в сторону Лыбецкой магистрали. Водитель сильно превысил скорость и в результате врезался в столб, который поддерживал линию электропередач. От столкновения машина сильно пострадала. А водитель Шкоды, мужчина 84-го года рождения, получил травмы, от которых погиб на месте аварии. Пассажирка, девушка 88-го года рождения, госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. При поездке она была не пристегнута. Еще одному пассажиру помощь оказали на месте происшествия. Влетел в экскаватор. Еще одна авария произошла сегодня утром в промышленном районе города Нарокатки. Там столкнулись сразу три машины. Несмотря на разбитые автомобили, жертв нет. Очевидцы столкновения трех легковушек пишут в соцсетях, что виноват водитель Лады Гранты. Он ехал на приличной скорости, задел экскаватор, от этого его отбросил на вазовскую четверку, которая влетела в Ниссан. Один из водителей был госпитализирован с рваной раной плеча. Другие участники ДТП не пострадали. За избиение подростка исправительной работы в петушках вынесен приговор 18-летнему юноше, который вместе с друзьями избил ребенка-инвалида. Резонансная история освещалась в СМИ в марте этого года. Напомним, 13-летнего школьника с инвалидностью избила компания молодых людей. Поводом стали давние разногласия. Так, к примеру, мальчика обвинили в том, что он резко высказался о женщине. Обвиняемый с друзьями, оказавшись в безлюдном месте, избил потерпевшего. Сам процесс обидчики сняли на видео и выложили в интернет. Однако, только одному обвиняемому из всех нападавших на момент преступления было 18 лет. Обидчик вину полностью признал. Судом ему было назначено 260 часов исправительных работ. За сбыт подделок в тюрьму завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суздальского района. По версии следствия, мужчина причастен к шести эпизодам сбыта фальшивок. Он расплачивался в магазинах Владимира поддельными купюрами номиналом 5000 рублей. Поддельные банкноты полиция из оборота изъяла. Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы по этому делу с обвинительным заключением переданы в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова